День добрый друзья, я Dove. Сегодня у нас Galaxy Tab 3. Модель P5210. Будем менять тачскрин на нём. Всё работает. Так выглядит новый тач. Проклеенный. Запечатанный пластик. Кабель. Итак, снимаем. Снимаем крышку заднюю. На сегодняшний день последний этап третий. Так, несложно снимается. Обязательно проверьте, нет ли карты памяти. Если есть, её нужно вытащить, чтобы батарея садится у нас. Операционная система Android 4.2 у этой модели. Десятидюймовый экран. Встроенный HPS. В общем, всё, что нужно, всё есть. Встроенная память у него своя. Что-то, по-моему, около 16 гигабайт. Звук пластик. Близ Повы другого. Без гиги. гнездо наушников забыл сказать вам, друзья, снимайте угол с гнездом наушников снимайте в последнюю очередь вот он у меня здесь потому что оно немного выпирает видите, то есть начинайте снимать с этого угла или с этого и так, сняли крышку давайте проверим новый тач вот его разъем защитный пластик пластелли вот видите, все работает батарея у нас садится поэтому экран такой тусклый я думаю, видно, да, что тач работает видно и слышно и так, снимаем старый тач рекомендую снимать таким вот канцелярским ножом очень удобно быстро не надо ничего греть будьте аккуратны с пальцами бэрд 5-1-3-3-4-6- wh как бы нет на н Euro вле 2-3-6-7-5-6-5-6-F-9-7-7-5-5-6-7-7-7-7-8-8-8-8-8 Продолжение следует... Аккуратно с экраном, старайтесь не касаться его. Да, серьезно приклеим. И так, почти сняли. Еще раз говорю, будьте аккуратны, ради бога, не отрежьте себе пальцы. Можете прогреть феном, снимать будет немного легче. Очень толстый скотч у этих моделей и тамбов. У вторых, у третьих намного толще, чем на iPad. И так, больше половины сняли. Давайте не спрогреем, потому что здесь у нас находится кнопка Home. Ставлю температуру порядка 350-400 градусов на фене. До сюда можете срезать ножом до этих мест, где я показываю. Все. Сняли стекло. Стекло. Основную работу сделали. Осталось удалить пыть. С посадочных мест, куда будет приклеиваться новый тач, необходимо удалить старый скотч, кусочки стекла. Ну и все остальное, чтобы все, чтобы препятствовать зазором. Удаляем старый скотч. Очень удобно удалять такой вот острой лопаткой наточенной. Экрана старайтесь не касаться пальцами, не оставлять отпечатков, дабы его потом не мыть. Очень сложно стираются отпечатки пальцев с экрана, поэтому старайтесь их не оставлять. Все прекрасно очищается без касания экрана. Вот он тот самый шлейф кнопки home и боковых кнопок, о котором я вам говорил. Поэтому будьте внимательны, когда срезаете стекло. Вот так поверхность у нас почти чистая. Удаляем пыль. И лучше все удалять вот такой вот кистью. Не тряпкой, не растворами там всякими. Снимаем защитный пластик с нового тачскрина. То есть скрина. И все двири. Снимаем шлейф. И все. Продолжение следует... И все. Ставьте по углам Вот так двумя пальцами придерживайте Чтобы все было по центру Соответственно кнопка Home Должен быть Клик свободный Абсолютно не задевающий Каркас В принципе В общем то и все Застегиваем Разъем Защитный пластик на место Вставляем заднюю крышку Соответственно со стороны Разъема гнезда наушников Вот он у нас Потому что он у нас немного выпирает Как я уже сказал И все По периметру Защелкиваем каркас Так вот 10-12 минут работы Цена замены по Европе Такого стекла составляет По моему 65 евро мы берем Очень качественные стекла На Samsung Идут Всем спасибо за внимание Друзья с вами был Dov Только что мы поменяли Тачскрин на Galaxy Вот он Хотел сказать Но все высветилось Тап 3 До новых встреч Всем спасибо за внимание